доброе утро мои дорогие 6 утра пока не жарко так работа видите что у меня творится я избавляюсь вот от этих ночных фиалок забили они все просто все забили это вот я уже повыдирала вот тут почти все выдрала вот там осталось еще там там чуть-чуть ну дело то в чем забили все а так как мои молодые как говорят хотят тут по-другому все сажать то надо мне все удалить на зиму я и так все это удаляю а так как я уеду раньше надо мне это все убрать накрыть чтобы тут ничего уже не росло в общем работы дофига вот мне тут передали я была в гостях мне передали что ко мне девочки в калитку звонили девочки я же не бабушка которая прям вот сидит дома и скучает и вообще почему-то многие считают что я скучаю миленький какой скучать у меня часов не хватает в сутках чтобы все сделать что хочется и поехать куда хочется и посмотреть что хочется какой скучать одиноко да бывает скучает скучает те кому делать нечего кому нечем заняться вот сегодня опять поеду в гости на шурпу да и там не столько в гости сколько надо попробовать проблему одну решить мне прислали фотографии там обрушился берег и скелет прям скелет я не буду это выкладывать фотографии но прям скелет вот надо выяснить что это почему и как и почему никто внимание на это не обращает это там в окунёвке поеду в гости к человеку с которым постараемся выяснить и решить эту проблему как вот поэтому скучать мнение когда мало того у меня и времени то нет просто сидеть и болтать нет у меня времени я просто так не сижу и просто так не лежу я все время что-то делаю я вот уже сейчас 6 утра уже сделала серьги александре украшение на шею все потихоньку делается так что мои хорошие вы не жалеете что мне тут скучно скучать мне абсолютно некогда времени у меня не хватает какой там скучать люди просто неправильно понимают я тоскую тут у меня тоска по большому городу по другой жизни потому что хоть мы с алинкой царство небесное мечтали о своем доме но как оказалось это абсолютно не мое не мое и чего и осуждать я считаю что вообще не за что меня каждому человеку свое кому-то хорошо на земле а кому-то хорошо в городе вот а для меня вот это просто вот какой-то каторжный труд непонятно для чего я это время лучше бы сидела и делала украшение или что-то из цемента и а так у меня он тыква лежит никак до нее руки не доходят ну из цемента тыква так что мои хорошие не думайте что я тут скучаю и грущу и грустить то мне некогда просто это не мое место я всю жизнь ездила отдыхать но отдыхать это до две недели но месяц-то а тут надо работать причем нелюбимой работой вот этой вот и жара это уже сил никаких нет уже он местные все горит господи хоть бы дождик пошел зима страшная мокрая противная с ветрами черная но не мое это место вот и все кому-то такая жизнь нравится кажется раем мне абсолютно нет ну все мы разные люди кому что нужно так что мои хорошие живу как могу работаю с утра до ночи и очень хочу в питер я уже жду не дождусь вот 17 будет известно куда там макарик поступил и уже будем шевелиться в эту сторону да уеду и гранаты оставлю видите ну что у меня еще вот одна задача это приедет марина с семьей двадцать пятого вот они отдохнут тут и все и поедем кто куда если у них будет место в машине то я с ними с огромным удовольствием доеду до москвы ну а там будет видно вот так что вот такое вот доброе утро девочки затянулось аж на 7 минут мне же надо высказаться то правда ладно я продолжаю свою работу еще не завтракала кошку только покормила пришла с утра голодная рыжая ну желаю вам дня хорошего удачи здоровья и включаем новый день ничего не сказала чего я сейчас то взялась уже семена у них понимаете надо вот их убрать у них не у всех семена которые раньше зацвели и надо сейчас убрать чтобы они семенами то опять все не засыпали а то это попрет на следующий год в десять раз больше ой богомолов в этом году просто миллион он они уже поврастали здоровые бегают что-то делаешь там в траве они прям по рукам бегают вот видите притворяется веточкой очень много прям в этом году их их и так то всегда много уж в этом году просто вот этот вот куст он красивый но опять же если его оставить до семян до семян это потом все я вот с ними боролась боролась их тут столько было господи выше меня ростом вот все равно откуда то вырос хотя в том году не было их уже а у него семян столько что будет лес на следующий год вот она вот по обрезала ну не пройти уже а вот видите а вот это вот и уже семена шишки вот эти вот не знаю оставлять не оставлять ну тут такая грядочка узенькая с виноградом да не сюда хотела еще виноград пересадить значит тоже надо убирать хотя красивый конечно но ну красивый зараза ну гляньте ну 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 у меня не 30 соток чтобы и то и то посадить ладно о а тут на солнышке уже смотрите зизипус видите уже не зеленый уже становится таким вот коричневеньким ничего скоро он будет наполовинку коричневый и тогда он будет самый вкусный я буду варенье из него варить я в том году варила инжир и зизипус и не добавляла сахар вообще и такое получилось вкусное варенье надо в этом году сварить вы гляньте какие стволы то у этой фиалки то вы посмотрите вы гляньте какие они ну вон там что творится это еще побороться надо так вот сделала я серьги Александре длинные такие и вот у меня осталась одна проблема никак не решаемая видимо придется мне все таки делать на резинке вставить сюда вот янтарики между ними чтобы подлину по объему был побольше есть у меня там бусинки из натурального янтаря я вставлю и видимо придется все таки делать на резинке чего мне очень не хотелось ну никак не из чего мне сделать чтобы был с хорошей застежкой так вот сделала я из оставшихся бусин все таки ей украшения Александра я думаю что можно вам будет по-разному носить и с браслетом и с украшением эти серьги красивые вот я добавила в конец одну бусинку вот вы такую длину любите поэтому как я говорю осталось браслет сделать и можно будет отправлять за посылку я вот Александре отправлю вот такой чокер с натуральным янтарем вот девочки высылайте посылки и выбирайте украшения только единственное посылки если будете кто-то отправлять до 1 сентября и выбирайте украшения из тех которые я делала я вам с удовольствием отправлю вот ну и вот браслет Александре вот украшения на шею четырехрядная получилось вот и серьги я и хотела сделать подлиннее но она сказала что ей нужно из двух бусинок одна побольше другая поменьше вот кольцо кольцо я даже 2 ей отправлю пусть носит то одно то другое так если я что-то забыла Сашенька моя дорогая напишите мне вот может быть еще вот такой вариант вот я бы себе сделала вот так вот ну у всех вкусы разные так что Саша напишите сейчас еще один вариант попробую так вот так вот можно сделать еще ну это оно не натянуто поэтому кажется так в раскорячку да вот так что Саша напишите мне пожалуйста ну и последний вот такой вариант бусинки янтаря вот так что Саша жду от вас что вы мне напишите вот вот я правда еще не замерила по размеру что-то большое очень мне кажется ну если будет велик то значит поменьше можно можно не знаю бисеринки вставить можно какие-то мелкие бусинки так что Саша жду от вас что вам какой вам вариант больше подходит вот ну а я время пролетело и сейчас буду собираться в гости в гости на Ребзик это в Черноморском те кто были в Черноморском знают это место вот девчонки там живут из Питера мои сейчас я поеду туда надеюсь вам что-нибудь покажу новенькое вот знаете я раньше не обращала внимания а есть люди которые даже нет знака что это населенный пункт и они все равно понимая что есть дома и значит могут люди ну ходить да и они едут тише гораздо и даже притормаживают перед пустым переходом есть такие люди и это все не крымчане и прям заметно а есть несутся так как будто здесь автострада с такой скоростью просто пролетают с такой скоростью просто пролетают да все люди разные вот видите как люди вот так вот тихо едут а есть проносятся как сумасшедшие разговариваю вот с местными очень люди расстраиваются что приезжие отдыхающие столько мусора оставляют везде и там и сям ну во первых давайте начнем с того что плохо убирают а потом а кто за зиму засирает извините за выражение пляж когда нет отдыхающих и на пляже пустые бутылки битые бутылки ну и все чем закусывали давайте не будем валить все на отдыхающих убирать надо убирать надо я вот всегда всем привожу в пример Болгарию солнечный берег где мы жили там уже пол шестого утром выходят бригады огромные и метут и убирают да чем больше отдыхающих тем больше мусора а тем более там где такая инфраструктура что по ночам народ пьет гуляет хулиганит молодежь такое вытворяет что просто но с утра выходят люди и в восемь часов уже нормально потому что я гуляла рано утром была маленькая Кира у нас и мы с коляской с Егоркой с маленьким ходили гуляли по променаду вдоль пляжа и я это видела каждый день а то вот на Беляусе столько мусора столько мусора но люди собирают в мешки и выкладывают к дороге просто его нужно вывозить так так Толик поехал куда-то и меня не заметил вот и все а если бы каждый день приезжала машина с утра допустим да и забирала эти мешки не было бы мусора надо что-то придумать поставить человека ни одного может быть и собирать денежки с людей за это за вывоз мусора и все это все просто делается там все люди на машинах переписали номера машин отметили кто заплатил кто нет и все и не надо будет охать и ахать а уж в городе вот мне вчера кстати сказали что хотят закрывать доброцен магазин потому что некому работать вот так рвутся работать в Крыму я понимаю летом жара еще и работать надо а в Болгарии нет там со всей Болгарии приезжают на побережье люди работать денежку заработать за лето вот и просто вот сравнить две страны причем Болгария очень близкая нам страна и менталитет похож и все а в этом вот такая вот разница так что давайте начнем работать и будет чисто а вы еще отдыхающих не видели когда просто миллионами а вот когда их будет миллионами тогда уже будет поздно начинать подметать к этому надо готовиться заранее вот автобус идет сейчас развернется и я поеду никак не получается дома просидеть потому что вспоминаешь ага это не купила деньги не сняла а завтра пойти еще заплатить надо а я деньги не сняла такая без царя в голове ха-ха-ха а тут как хотите говорите память девичья ха-ха-ха или просто головы нету ха-ха-ха а ехать надо слушайте столько мурманских машин в этом году ой прям в день по 3-4 вижу я говорю раньше за все лето увидишь две машины такую даль да 4 тысячи километров жарко ну я купила что мне прям по зарез было надо ацетона бутылку да ха-ха-ха ну почву из фурнитуры что прям надо вот доделать именно сегодня Александре чтобы завтра отправиться вот сейчас пойду зайду в пуд сниму остатки денег с карточки чтобы завтра это раздать и все и как хочешь так и живи до двадцатого числа до двадцатого числа у детей просить стыдно они сами сейчас все так вот ладно чего господи уж жаловаться проживем как-нибудь может кто-нибудь что-нибудь купит может кто-нибудь долги отдаст ха-ха-ха ха-ха ой так и надо заранее Толику позвонить а то пока он приедет уже на солнышке сваришься лучше заранее ему звонить а мне еще сегодня в гости ехать ой 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 вы знаете мне часто пишут а почему вы любовь Николаевна не заходите не снимаете в магазинах ну во первых я терпеть не могу ходить по магазинам где мне ничего не надо иду вот это по улице болтаю чего-то тут про польскую моду подхожу к пуду а я нажала на кнопку видеоклип у меня 15 секунд снялось и благополучно выключилось а я иду ля-ля-ля так ну ладно полет мустанг ой 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 хорошенький какой так бабушка с минералкой вон как раз и Толик вроде едет вот так ему всегда надо звонить заранее а то потом ждешь ой привет а что это за бутылочка минералочка минералочка ой фу в гости поеду сегодня в гости поеду сегодня и опять буду себя чувствовать какой-то идиоткой все будут пить чачу вино ха-ха-ха вот вернулась вот купила вот таких вот коннекторов вот видите слепая вот слепая я думал это коннекторы я думал вот здесь есть отверстие нет это просто подвески ой хорошо купила 4 штуки а не 10 а я мне показалось это что тут отверстие внизу есть тьфу думала можно с двухрядного сделать однорядное а это ну куда это ну на сережке если только ой в общем короче говоря слепая так вот такие вот штучки но их только всего 7 штук ну что это я говорю а больше то нету нету вот еще основа для колец вот такие деревянные бусинки диски клей вот таких вот подлиньше ну не знаю у меня по-моему есть такие но я немножко взяла вот сейчас передохну и надо в гости собираться сейчас поем чего-нибудь и буду собираться в гости я таксовать вижу его каждый день ну так то да вот я его тоже уже как таксиста давно знаю а теперь в год там я его знала еще как работника милиции ну он мне рассказывал но вот сейчас посмотрим где он живет а вы верните вам правду все тело ayrните на небо побыча но и а передумала вести твой дорогой видите какая дорога тут ужасно никак не хотят делать тут дорогу потерялась в черноморском ядрёноте не могу найти где мои девушки живут завезли где я и не была ни разу так и телефону марина занят не подозреваю что где-то наверно вот тут сейчас буду звонить нашла я девчонок вот вот это вот представляете это на самом деле гараж а над гаражом она строена вот девушка наша леночка ты видео ты не выкладывал еще так что ждите девочки подожди сейчас я тут сниму так тут кухня вон муха муха так вот наверх лестница ой господи я искала искал он там видите не у него одного понастроена так как сочи там трехэтажные дома с горожанами да так и комнаты да и комнатки такие комнатки ну обычный вариант вот это вот на две каравашки у меня то тоже такой дом был алинкин тоже были двери комнатки умеют люди деньги зарабатывать а море видно зайка куда ты лезешь но девчонки ходят на городской пляж так то тут до моря то рядом гараж так а тут еще господи ковры столы им костей-то сколько они сидят тут пьют а тут вон что происходит зон стаканов видишь кипит видишь кипит видали кастрюлька какая это что на сколько литра два ведра шурпы все говорят народ плохо живет красотища Субтитры сделал DimaTorzok